Как определить сегодня хорошую, качественную речь? Мы, как носители языка, можем все. Когда появилась, например, книга у африканских народов, она появилась вместе с арабской культурой. Речь не осуществляется всем мозгом в равной степени. К вам обращаются практикующие хирурги. Есть отделы мозга, которые критичны для реализации всей системы речевой. Есть какие-то условия труда и быта, так сказать, которые помогут тебе, как говорят в интернете, более лучше говорить. Ну, понимаете, это риторика. Хочешь быть мускулистым – иди в спортзал. Хочешь бегло и красиво говорить – занимайся риторикой. Ольга Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Хочется с вами о многом поговорить на самом деле, но попробуем локализовать нашу тему сегодня относительно языка и мозга. Наверное, первый вопрос, который я хочу задать, довольно конъюнктурный и очень популярный. Вот если у меня, например, проблемы с изучением иностранного языка, а иногда бывает такое, что у людей проблемы с изучением родного языка возникают, это все-таки как-то транслирует какую-то предрасположенность к тому, чтобы учить? Или, в общем, что-то неправильное в методиках обучения? Или это мозг так устроен у человека, что кому-то легче дается изучение иностранных языков, а кому-то сложнее? Конечно, можно все испортить неправильным образованием. Но в большинстве случаев, мне кажется, любую когнитивную функцию, и речевую в том числе, можно сравнивать с физическим развитием. То есть кто-то красивый, кто-то не очень. Кто-то мускулистый от рождения, кто-то нет. Но практически любым можно стать, если очень хочется. Также человеку исходно дано в большей или меньшей степени лучше владеть речью, иметь более развитую рабочую память и управляющую функцией. А с чисто физиологической точки зрения здесь есть какие-то нюансы и отличия у людей, которые, например, более склонны к тому, чтобы быстро воспринимать чужую речь, например, а кто-то менее склонен. Есть какие-то отличия здесь? Конечно, потому что головной мозг – это субстрат всех психических функций. Конечно, есть отличия физиологические в субстрате. Часто это даже на макроуровне выражается в толщине серовещества. И если, опять вернемся к физической форме, если человек начинает заниматься какими-то физическими упражнениями, у него возрастает толщина серовещества в определенных участках мозга. Точно так же, когда он начинает прокачивать какую-то интимную функцию, это неизбежно отражается в субстрате. То есть условно здесь работает правило «учи больше, узнаешь тоже больше». Конечно. И освоишь быстрее, я бы так сказала. Дольше и тяжелее учиться. Дольше и тяжелее учиться. Ну, в общем, судьба бывает иногда несправедливой, хочу сказать кому-то. Хорошо. А если говорить в целом про развитие языка, и вообще про словообразование, например, про существование тех или иных групп языков, почему так получилось, что есть языки, которые более просто устроены, а есть те, которые, ну, мягко скажем, более навороченные? Мы знаем эти языки, чего далеко ходить. Но, тем не менее, хочется разобраться, как так получилось исторически. Это обусловлено какой-то, опять же, физиологией людей, проживавших в определенном время в определенном месте? Или как? Как это работает? Ну, вот не должно быть лингвистического шовинизма. Так. Нет языков простых и сложных. Нет более и менее развитых, тем более. В каждом языке есть средства для выражения всего чего угодно. Просто они разные. В каких-то языках, например, в полисинтетических языках, это огромное предложение, оно же слово, в котором содержатся все необходимые элементы. И отдельные слова, и морфемы. Есть китайский язык, где каждое слово – это фактически отдельный элемент лексического или грамматического значения. Они стоят рядом и все вместе образуют смысл. Но это исключительно разная форма языкового выражения. Но, повторюсь, любой язык может выразить все. Поэтому тем более несправедливо говорить было бы, что, например, языки примитивных народов, культурно-примитивных народов, примитивны по структуре. Это далеко не так. Как раз для лингвиста часто самые интересные языки – это отдаленные, лежащие в труднодоступных местах, и мы специально ездим в экспедиции для того, чтобы добыть этот язык и изучить его. А если говорить про заимствование, которое мы часто используем сейчас, это очень распространено. У нас тут периодически с ними пытаются те или иные граждане бороться, но с тем или иным, опять же, успехом. Просто есть такая история, что какое-то слово приходит в язык, и там остается. И оно как-то очень органично вписывается. Есть те вещи, которые не адаптируются, не принимаются, вызывают отторжение. У меня, во-первых, часть моего вопроса связана ровно с этим. Как так происходит? Ну, то есть есть ли, опять же, какие-то закономерности, какие слова у нас лучше оседают, например, в нашей речи, а какие нет? И второй момент связан с тем, вообще, в принципе, с понятием словообразования, вот это создание новых слов. Кто к нему более предрасположен? И тут, опять же, возвращаясь на рельсы нашей физиологии. Заимствования неизбежны, потому что, когда появляется новое понятие, и у тебя нет слова в языке для него, но понятие приходит из другой культуры со своим словом, из того языка, совершенно естественно освоить это слово. Вы совершенно правы, что часть слов хорошо приживаются в языке, часть нет, и это очень естественный процесс. Язык и культура сами решат. Даже ничего специально не нужно для этого делать. Мы уже работаем и учимся в университете. Заминственное слово. Когда появилась, например, книга у африканских народов, она появилась вместе с арабской культурой. Поэтому слово «китабу» есть во всех африканских языках, где арабская культура существует. И это нормально. Как язык переваривает слово? Следующий вопрос. Если полностью, то есть в русском языке начинает изменяться по падежам слово и выглядит уже точно так же, как русское, вот я в этом не вижу ничего страшного. Мы же должны откуда-то пополнять словарный запас русского языка. Конечно, разумно. Вместе с новыми понятиями. Заимствование – это вот такой естественный способ. Если в языке есть активное словоизменение и словообразование, тогда может быть больше креативности. Но вопрос, в чём эта креативность может, например, выражаться. Вот в русском языке мы можем прибавлять к основе, к корню уменьшительно-ласкательные суффиксы. И можно думать, что креативность языка в этом выражается. А в каком-то языке это невозможно. Можно только сказать «маленький что-то». Вот это креативно или не очень? Хороший вопрос. А есть языки, где есть так называемая редупликация. Вот мы можем сказать там «очень далеко». А в тех языках так нельзя. Надо повторить два, а то и три раза одно и то же слово. То есть «очень далеко» – это «далеко-далеко». И «очень хорошее» – это вот, например, «салат малат» – это то же самое. Это вот такая креативная редупликация. Мы повторяем слово, заменяем немножко и тем самым даем понять, что это очень хороший салат. Если говорить про речь, в целом, вот как определить сегодня хорошую, качественную речь? Помимо очевидного. Я имею в виду достаточно широкий словарный запас, более-менее приличная дикция. Из чего сегодня складывается хорошая речь, правильная речь с точки зрения учёного, не только лингвиста, но, повторюсь, нейролингвиста, с точки зрения здоровья? Вот я начну издалека. У нас есть один эксперимент, где мы изучаем билингвов. И это носители русского и другого языка, где вот в этом другом языке есть эвиденциальность. Это категория, грамматическая категория засвидетельствованности. Она во многих языках есть, экзотических, близких нам, тюркских, например. Мы задались вопросом, а как же, вот если это билингв, и русский язык, наверное, влияет на тот тюркский язык, наверное, категория эвиденциальности размывается. То есть у молодых носителей, например, которые приехали в Москву учиться, но при этом в семье говорили на том языке, они начинают плохо употреблять эту категорию. И провели эксперимент. Среди студентов столиц, в деревне, где пожилые носители вроде бы хорошо должны владеть, оказалось... Ну, все билингвы, конечно, на территории Российской Федерации происходят. И оказалось, что эта категория размывается у всех, и у молодых, и у пожилых. При этом, когда мы приходим в университет, на кафедру этого соответствующего тюркского языка, и спрашиваем преподавателей, вот точно, вот если мы вот это изменим в предложении, то есть неправильно употребим эту категорию эвиденциальности, это точно будет неграмматично и неправильно? Конечно, говорят. Поэтому мы теперь решили сделать третий эксперимент в ограниченной группе преподавателей этого языка, которые точно знают, как правильно. И это совершенно другая ситуация по сравнению с нормальным, естественным использованием языка. Мы, как носители языка, можем все. И все будет хорошо. Можем, и мы это делаем, допускать грамматические ошибки. Вот если прислушаться, даже вот, наверное, в нашем с вами интервью будет обязательно где-то рассогласование по роду. То есть существительным будет одного рода, а прилагательным другого. Мы это делаем постоянно. Мы начинаем предложение, не заканчиваем, начинаем другую структуру. И главное, что понимаем друг друга очень хорошо. Вот в основе этого лежит понятие поверхностной обработки языка. Нам не нужно, как парсер, вот синтаксические, все конструкции, все эти синтаксические деревья обрабатывать для того, чтобы очень хорошо понимать друг друга. Можем сделать это поверхностно. И это одна из основных стратегий, например, когда мы понимаем иностранную речь на языке, которым мы не очень хорошо владеем. А есть какая-то норма вот этого приличного лексикона на сегодня? Вот знаете, как всегда, к вопросу про Элочку-людоедку, знаменитую, у которой было в Арсенале несколько десятков слов. И чтобы не быть вот этой Элочкой, есть ли какие-то условные нормативы? Я бы воздержалась, потому что откровенно не знаю точного значения, сколько слов нужно знать, чтобы быть интеллигентным человеком, приличным человеком. А во-вторых, ну почему какое-то такое число должно существовать? Но мы всегда, тем не менее, как носители, замечаем вот таких людей с очень ограниченным словарным запасом. А если говорить о речевых нарушениях, вот уже прямо как раз уйдем вот в эту самую физиологию процесса, о которой мы, собственно, тоже поговорим. Если, во-первых, какое количество речевых нарушений сегодня известно ученым, и с чем можно работать, с каким количеством можно что-то сделать, что можно исправить? Ну, к сожалению, язык может нарушиться на всех своих этажах. И на отдельных из них тоже. Начиная от периферической части моторного воспроизводства, собственно, на уровне артикуляции, нарушения моторные исключительно, нарушения контроля за мышцами артикуляции, это разные виды дезартрии. И вот то, чем я занимаюсь, это ядерные нарушения речи, нарушения грамматики, актуализации слов, ну, в общем, вот то, что составляет наш язык. То есть, если говорить о категории болезней, ну, то есть каких-то терминов, которые вот понятны всем, это... Афазия, вот термин понятный всем. Понятно. И с этим можно работать, я так понимаю, вплоть до улучшения на 100%, правильно же? Очень сильно зависит от ситуации, от исходной степени тяжести, потому что, если вот говорить о афазиях ядерных расстройствах речи, то вот легкие речевые нарушения обычно выходят при должном объеме и уровне профессиональной подготовки логопеда, который осуществляет эту помощь, коррекцию, выходит на тот уровень, что мы можем с вами разговаривать с человеком после инсульта, у которого случилась легкая афазия, но при коррекции определенной, мощной достаточно, мы будем с ним разговаривать, не замечая его речевых расстройств. Если нарушения обратимые, то часто мозг сам с этим справляется. Есть окно в несколько месяцев после инсульта, когда даже значительные нарушения речи сами собой разрешаются. А если говорить про тяжелые предпосылки и что-то приобретенное, ситуативное, например, инсульт, все-таки это то, что с человеком случилось, он с этим не родился, как минимум. Все-таки какие есть здесь конкретные примеры таких ситуативных болезней, каких-то дефектов речи, которые мы приобрели, помимо инсульта, например, то есть о чем идет речь, и о вот этих тяжелых ситуациях, опять же, помимо того, о чем мы поговорили, потому что вот, например, к чему отнести опухоль в мозге, которая возникла, это тяжелая, это обратимая история, или это история, которая, скажем так, уже не совсем перспективная с точки зрения излечения? Опухоли – это очень интересная клиническая модель, потому что пока опухоль растет, не только речь, другие когнитивные функции обладают запасом времени, чтобы реорганизоваться. Поэтому крайне редко мы видим пациента с опухолью до операции, до резекции опухоля с речевыми нарушениями, несмотря на то, что опухоли могут быть очень большого объема. Если во время резекции хирург не затрагивает значимые для речи зоны, то после операции не возникает речевых нарушений. И даже когда они возникают, если, например, мы проводим лингвистическое сопровождение, то есть картирование речи во время операции, как раз для того, чтобы не случилось речевых нарушений, чтобы хирург не затронул функционально значимые по речи зоны. Но если, например, в такой случае есть медицинский конфликт лингвистов и медиков, функционально значимая зона, но там находится опухоль, хирург должен принять сложное решение. И бывает так, что решение принимается в пользу резекции опухоли. Это от многих факторов, зависит от медицинских. И пациент после операции приобретает речевые расстройства. Но его мозг уже предрасположен к повышенной пластичности. Поэтому, как правило, через несколько месяцев после операции большинство из этих нарушений разрешаются и остаются удивительно на двух лингвистических этажах, если остаются. Это на уровне номинативной функции, то есть подбора слов. Ну, этим страдают и многие здоровые люди. Абсолютно. И на уровне дискурса, то есть выстраивание текста и соположение предложений в более сложные иерархические структуры. Вот дискурс оказывается таким дефицитарным у этих пациентов. Но по многим причинам. Не обязательно это исключительно с речью связано. Потому что для того, чтобы говорить текстами, нужно задействовать весь арсенал когнитивных функций. Это тоже мы обсудим. Я правильно понимаю, что на этапе операции, как раз планирование операции, вы, как ученый, можете уже предсказать, какие вот как раз речевые дефекты, возможно, вот в таких компромиссных ситуациях, потом проявятся, и с чем вам придется, опять же, потом же работать после этой операции. Просчитать можно, правильно? Ну, можно с высокой степенью вероятности предположить. Потому что, конечно, мозг не эквипотенциальный. Речь не осуществляется всем мозгом в равной степени. Конечно, есть специализация. Я сейчас не ухожу в узкий локализационизм, но есть отделы мозга, которые критичны для реализации всей системы речевой. И если опухоль находится вблизи этих зон, мы предполагаем, какой аспект речи может быть затронут. Для этого мы как раз и проводим интероперационное кортирование. Мы во время стимуляции тестируем ровно этот аспект речи, который, мы предполагаем, задействован, базируется вот в этой области. И в очень редких случаях, если не удается сохранить этот аспект, то, конечно, мы понимаем, что нас ждет. Вот, например, есть такой проводящий путь, лобный косой пучок. Он соединяет верхнюю лобную извилину с зоной брака, с областью зоны браки, вот классическая речевая зона. И мы знаем, что если этот пучок будет перерезан во время операции, то возникнет динамическая афазия. Это афазия, которая характеризуется бедной речепродукцией в силу невозможности, и тогда это полный мутизм, либо трудности инициации речи. То есть кажется, как будто человек не хочет говорить. Он отвечает так вяло и односложно, но при этом совершенно грамматично. Для того, чтобы индуцировать речь, приходится приложить много усилий, и то это не уменьшается никогда длинным нарративом. Вообще фантастика. Правильно я понимаю, что у специалистов вашего центра, Центра языка и мозга, которым вы руководите, присутствуют сейчас вот как раз, ну я не знаю, не сказать бы на всех, конечно, операциях, которые проходят на мозге у нас, в нашей стране, а то и за рубежом, но на очень многих. И к вам обращаются практикующие хирурги, и, собственно, это... Именно так. ...настроено на постоянной основе. Именно так. У нас в среднем получается несколько операций в неделю. Преимущественно мы работаем в НМХЦ Пирогова, но и из любой другой клиники, больницы хирурги могут пригласить нас. В принципе, практически все хирурги, которые такие операции проводят, уже знают, чем мы можем им помочь. Потому что мы выступаем на их нейрохирургических конференциях. И звонят, зовут, и мы приходим. Здорово. А если вернуться, например, к вопросу, который касается психологии языка, немножечко вот в эту сторону зайдем. Принято говорить, вы знаете, поговорка, я то, что я ем, например, да, или я... Вот в данном случае я то, что я говорю, это имеет отношение к жизни? Наша речь, она может быть зеркалом нашего внутреннего состояния, так скажем. Психологи просто обращают внимание, иногда некоторые, на то, какие слова ты чаще всего произносишь. Оценочные, например, эмоциональные. И вроде бы как на это надо обращать внимание. Это на мозг что-то говорит? Или это просто один из таких мифов на эту тему? Ну, нельзя сказать, что это полностью миф, потому что языковая стилистика отражает такую общекогнитивную стилистику, несомненно. Но вот думать, что там язык дух нации в современном мире в жесткой форме, конечно, не стоит. И вот там известная гипотеза лингвистической относительности Сипера Ворфа в своей жесткой форме совершенно несправедлива. Сейчас понятно. Но язык, конечно, модулирует в какой-то степени мышление. Эти эффекты, когда мы действительно их экспериментально измеряем, очень небольшие. Но они есть. Например, у нас закончилось несколько лет назад исследование. Мы изучали, как направление чтения в русском языке, в иврите, влияет на то, как мы обрабатываем временные формы языковые. Ну, этому предшествует история о том, что во многих исследованиях было показано, что для разных культур характерно разное осмысление направления развития времени. Вот вчера я ел кашу, а вот сегодня, пожалуй, поем мясо. И вот, понимаете, вот с ходом времени вот я делаю вот это движение, ну, и специально, конечно, сейчас это осуществляю, но поглядите друг на друга. Мы все делаем так. Прошлое у нас, у нас русских людей, слева, а будущее справа. Но никто не говорит вчера и завтра. Никогда не говорила. Никто никогда такой жест не делает. Да. Это связано с тем, что в нашей культуре и в нашем языке время как бы течет слева направо. Это ну что. Мы подумали, что это связано не только с культурой, а с направлением письменности. Ну, не мы подумали, а мы решили это показать экспериментально в очередной, в новой форме. Вот в китайском языке чтение сверху вниз, в иврите, справа налево. Известно в области следования чтения, что направление чтения очень сильно модулирует наше внимание. То есть, ну, мы же идем вот слева в русском языке, читая на кириллице, мы идем слева направо, и поэтому как бы фокус, вот этот фен внимания, он больше в правую сторону, потому что нам нужно захватить периферийным зрением, что там еще дальше, и уже начать предобрабатывать. Это помогает, убыстряет чтение и понимание прочитанного. А в иврите все наоборот, право налево. И мы предъявляли формы будущего и прошедшего времени, глаголы. То есть человек должен был смотреть в центр экрана и слышал, пришел, придет. Ну, и то же самое в иврите. И ничего делать не надо было. Просто смотреть в центр экрана. И мы измеряли очень маленький эффект, это дрифты глаза. То есть глаз же не стоит на месте, даже когда мы фиксацию делаем. Он немножко дрейфует, ну, как бы прыгает. И мы предполагали, и так и оказалось, что когда русский человек слышит глаголы в прошедшем времени, у него дрифт влево происходит по сравнению с будущим. А в иврите ровно наоборот. Если компактно систематизировать, наша речь является, ведь витриной, получается, процессов, которые у нас происходят в мозге. В какой-то степени. В какой-то степени. Так вот, исходя из этой какой-то степени, что конкретно вот наша речь может о нас сказать для вас, для ученых сегодня? Вот по состоянию на сегодня? Ну, я бы сказала, что вот если есть нарушения речи, которые какой-то клинической картиной вызваны, вот это и может сказать. А индивидуальные особенности в использовании речи слишком разнообразны. Потому что есть диссоциации между, например, уровнем мышления и речевыми способностями. По крайней мере, у каждого нас есть друг технической специальности, который имеет сложности в выражении языковом. А с другой стороны есть болезни мозга, когда речь совершенно не нарушена. И даже есть такой вид афазии, называется беглая. Такое обобщение нескольких типов афазии включает. Это беглая афазия, когда человек бегло говорит. Он с ошибками, конечно, говорит. Но беглость речи не нарушена. Интересно. А вот для вас, для ученых, опять же, сегодня, вот сегодняшнее состояние науки, какие перспективы рисуют вообще? Что сегодня можно изучать? Потому что появилось какое-то невероятное количество направлений, в частности, нейролингвистика. Знали ли мы о таком несколько десятков лет назад? Знали. Знали. Но не в таком объеме. Психолингвистика. Вообще, какие есть сегодня направления, связанные с языком и мозгом? Вообще, что можно изучать? И какие последние открытия, которые нас поразили, которые мы можем отметить? И чего нам ждать? Самое главное. Невозможно объять все. Поэтому, например, у нас в центре есть несколько направлений, которыми занимаются сотрудники, и они в большой степени отражают существующие направления лингвистики, экспериментальной лингвистики. Это действительно нейролингвистика, наука о связи языка и субстрата языка мозга, психолингвистика, которую не очень волнует, как конкретно мозг это делает, а хочет разобраться в поведенческих эффектах. То есть, как человек двигает глазами, когда он читает, с какой скоростью реагирует на разные стимулы языковые. Это тоже существенно открывает окно в то, как язык устроен, как психическая функция. Клиническая лингвистика фокусируется на речевых расстройствах, на диагностике. Нам интересно разобраться. Я себя клиническим лингвистам отношу. Нам интересно разобраться, в связи с какими мозговыми поражениями возникают те или иные речевые расстройства. Потому что язык не в целом же нарушается. Конечно. Какой-то элемент. Ну, конечно, есть глобальная фазия. Но там и изучать нечего. Есть очень интересное, у нас молодое направление, на котором уже сколько-то лет занимаются в других странах. Это язык и старение. Геронтолингвистика. Очень интересная область. Вот этим у нас в центре Светлана Малютина занимается. Как изменяется язык в пожилом возрасте. И это не обязательно негативные эффекты. Речь становится богаче, что ли, получается? Ну, вот сами подумайте. Чем дольше человек живет, тем больше у него языковой опыт. Может, ему меньше хочется говорить. Тем больше он знает слов, в конце концов. Да, логично. У него, может быть, больше словарный запас, вот так прямолинейно. Но, может быть, и в скрытой форме у него больше ассоциаций между словами в его ментальном лексиконе. Вот мы изучаем, что именно происходит на лексическом уровне со словами и на синтаксическом уровне на уровне обработки синтаксических структур. с возрастом. Есть какие-то условия труда и быта, так сказать, которые помогут тебе, как говорят в интернете, более лучше говорить? Ну, поднимите, это риторика, да? Это вот публичное выступление, это тренинг. Вот как все в нашей жизни, ты вернусь, с чего начинала, все нужно тренировать. Хочешь быть мускулистым, иди в спортзал. Хочешь бегло и красиво говорить, занимайся риторикой. Если у тебя дефекты речевые, занимайся с логопедом. То есть это вот все нужно тренировать. И кому-то это легче дается, кому-то сложнее. Но это вот вопрос об объеме усилий, которые нужно приложить. И опять же возникает вопрос, а зачем? Действительно ли ты хочешь столько усилий приложить, чтобы очень бегло и красиво говорить на публике? Хорошо. А для клинической лингвистики какие основные задачи в ближайшие годы и прорывные, возможно, какие-то направления вы можете определить? Чего ждать здесь? Такая горячая область, и мы сами интенсивно этим занимаемся, это вопрос прогноза. То есть когда перед нами пациент с определенной локализацией поражения, и у нас есть все инструменты для того, чтобы битально измерить, не как брака, который вот так снаружи посмотрел на мозг и сказал, задняя часть нижней лобной извилины. Вот моторная область речи. Не так. Мы, конечно, с помощью МРТ это делаем на разных уровнях. И вот когда глядишь, перед тобой есть конкретный пациент с речевыми нарушениями и понять, какая перспектива при должном локопедическом воздействии и коррекции, при использовании различных средств стимуляции мозга, которые тоже могут фасилитировать процесс коррекции. Каков прогноз? Это важно с совершенно разной точки зрения, как вы понимаете. И для конкретного пациента, ну то есть, чтобы не заблуждаться банально, или чтобы прикладывать должное количество усилий, потому что действительно есть все возможности. И для всей системы медицинской. Вот это к вопросу, что излечимо, а что нет. Вот пока это на уровне исследований, но я бы сказала, что в клинической лингвистике это одна из самых горячих областей. Завершая нашу беседу сегодня, задам традиционный для этой рубрики вопрос. Возвращаясь к теме улучшайзинга, который мы очень любим, скажите, пожалуйста, вот вы бы что посоветовали людям интересующимся вот как раз клинической лингвистикой, вообще изучением мозга и языка, и мозга, да, улучшением речи, опять же, о чем мы сегодня много поговорили. Что можно почитать на эту тему, вот на ваш взгляд, и кого послушать? Помимо того, что мы советуем людям тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, это, наверное, основные пункты чек-листа на сегодня. Наверное, стоит добавить какую-то литературу, книжки, фильмы, подкасты. Что посоветуете? Людям, которые хотят серьезно этим заниматься, нужно читать профессиональную литературу. Это какие-то классические учебники по психонеролингвистике, по нейробиологии языка, по нейронаукам, и включая методы в том числе.